Аплодисменты Включите свет, пожалуйста. Плохо, не видно. Было все видно. Я всех вас видел. Вдруг вы исчезли. Кто такое злое дело даже с доброй душой может быть? Совершенно. Пожалуйста. Верните мне людей в зале. Евгений Александрович, лампы не сразу нагреваются, а сейчас включатся. Ну ладно. Я хотел его предоставить, пока он будет нагреваться. Надеюсь, что вместе с сердцами сидящих в зале. Я хотел бы представить сейчас вот этого вышедшего. Сейчас я исчезну в шоу почему-то человека. Это Степан Коломаков. Он директор благотворительного фонда «Дети. Достольное будущее». Он мой старый хороший друг. И он стоял за организацией этой моей повестки. Часть вырученных денег пойдет на детские дома. Я это делаю с огромным удовольствием. Спасибо, Степан. Дорогие друзья, я очень рад видеть здесь своих земляков, потому что я сам родился в Якутии и вырос. Но просто так получилось, что за 30 лет я живу в Москве. Я уже 9 лет знаю Евгений Александровича. Мы вместе как бы встречаемся, общаемся. И я просто удивляюсь его гражданской совести. Вы можете себе представить, он на свои собственные деньги, на своем личном участке построил большой красивый музей, полностью забил его своими экспонатами. А там есть и картины оригинала Пикассо, там есть картины Марка Шагала. И все это подарил государству. Вот можете представить, что он такой. Что это за человек? Я думаю, больше я еще таких не встречал. Все, удачи. Всего хорошего вам всем. Вот так вы слышите меня хорошо, да? Я хотел бы начать с того, с своей последней работе. Она почти закончена. Это мой новый роман. Называется он по-жульверновски. Берингов тоннель. Мой прапрадед был... Вообще у меня много кровей всяких разных. У меня есть русская, белорусская, польская, латышская, татарская. Я даже сюда включаю... Все советские крови, по-моему, там почти есть. Вот я даже включаю сюда кровь, которую мне однажды перелили в Белисе, когда я отравился. Это нужно было немедленно сделать переливание, потому что моего дела кончится плохо. И шофер сказал, что у нас совпадает группа крови с его женой, грузинкой. Мне перелили аж полтора лица грузинской крови. Так что грузинская кровь, я считаю, что во мне тоже есть. И я хочу вам сказать, что мой прадед, он был... У меня были разные деды, прадеды, вот они происходили. И даже есть такая непроверенная версия, что моя бабушка Анна Васильевна, она была родственницей романиста Данилевского, исторического, а он был родственницей по прямой линии Маяковского. Ну, это я за это не ручаюсь, но, в всяком случае, это некоторые истушенковеды утверждают, что это было так. Ну, это, конечно, приятно, но ничего не меняет в моей жизни. Просто мы иногда сами не догадываемся, сколько за нами разных людей, которых мы генетически представляем. Чьи кровиночки, хоть кровиночки у нас существуют. Вот, и поэтому, если с этой точки зрения смотреть на все население земного шара, то можно сказать, что мы все в какой-то степени родственники. А если родственники, то, следовательно, воины, это все воины, которые происходят на земле, это братоубийственные воины. И поэтому это давно пора с этим покончить. Вот чем я и занимаюсь, и всегда хватаются всякие примеры в истории. И поэтому такое я дал жульверновское название «Берингов-тоннель» проекту моего прадеда. Он, его сослали, он был управляющим в имении украинского помещика. Вот, разорившийся шляхтич, но очень хорошо воспитанный, интеллигент. Он прекрасно обладал русским языком, кроме польского. Что-то котёс тут делается со светом, пожалуйста, проверьте. Опять люди начали исчезать. Но хорошо, что не в зубую, что они здесь находятся, все-таки, я надеюсь. И он совершил на Аляску когда-то поездку. Он был сослан вместе со всей деревней на станцию «Зима» за восстание против этого жестокого помещика. Вся деревня наша была сожжена. И даже я не знаю её название, которое она имела на Украине. Вот. И он потом, в общем, он был там, как все многие сосланы, начиная с декабрьства. Когда они попадали в Сибирь, то они не очень себя... За исключением тех, кто были в каторге, в родниках и страдали, конечно, вовсю. Но, тем не менее, такие люди, как декабристы и так далее, они всё-таки преподавали в школах сельчан. Но они стали настоящими воспитателями нового поколения сибиряков. Первым признаком которых являлось дружелюбие, свободолюбие и прямота человеческая. Он был такой, но он был ещё мечтательным, он был всегда идеалистом. И он, увидев, какая тоненькая полоска льда, перебузанного с водой, которая растаивала, превращалась в льзинки только в определённое время года, он даже и начали двигаться льдины со своими товарищами, прибыв туда, на берег, на берег берегового пролива, он, перепрыгивая с льдины на льдину, каким-то вот таким почти балетным акробатическим образом, они перебрались на Аляску. У него в то время умерла жена его, украинка, которую он выкупил. И он оттуда вернулся с христианкой-эскимоской, у которой всегда было очень много, поскольку на Аляске всюду Аляска звала его со своими позолоченными православными куполами. И он, думая о будущем, о том, кого оно должно быть, он считал, что для того, чтобы изменилась когда-нибудь геополитика, которая более неволе будет как-то сталкивать людей лбами и нацией, людей должно быть объединять общее дело. И если бы было какое-то дело большое, рассчитанное очень много лет, а может быть навсегда между Америкой, то Рашей, то Ира и Россией, то никогда бы война между этими странами не случилась. И он написал, сделал сам чертюжик, любительский чертюжик. Но мысль была замечательная – построить Берингов, туннель на месте Берингов пролива. И послал это царю. Царь даже ответил ему, но сказал, что у нас сейчас много волнений, особенно на фабриках и заводах. И вот когда всё это стихнет, тогда мы вернёмся к этому очень значительному и очень интересному предложению. Но, как вы знаете, это всё не стихло, ещё раз углубилось. Таким образом, эта идея растворилась, но она запала мне в душу. И я решил назвать свой роман, который я писал о своём детстве, о своих исканиях, начиная с 1941 года, а иногда и заглядывая в прошлое моих предков, возвращаясь мысленно туда и думая, о чём бы я с ними хотел поговорить, и что бы я хотел из их неосуществлённых замусов осуществить. Я решил назвать свой новый роман «Беллингер. Панель». Сейчас я бы написал уже 450 страниц, мне уже ещё может быть страниц 100-150. Я записал уже для радио «Звезда». Они очень заинтересовались этой идеей, и им понравилось очень название этого романа «И мысль моя». Потому что там многие на этом радио работают теми, кто когда-то был на Эльбе вместе с американскими солдатами, и они помнили, какие были прекрасные отношения, и как вдруг эти отношения рухнули и изменились какими-то политическими бесконечными выяснениями, холодными войнами и так далее, что и продолжается сейчас. И я решил напомнить что-то, что напоминает людям, напомнило бы людям, когда столькие люди каждый день умирают. Сейчас вроде бы нет никакой войны мировой, а на самом деле, если слепить все войны, происходящие, посчитать, сколько людей гибнет, то это уже похоже на продолжающуюся ползучую мировую войну. И я думаю, что лучшей идеи в человечестве, кроме как братства всех людей и народов, не существует. И такое же было мнение у Александра Сергеевича Пушкина, который подавно написал о будущем, как будущее представлялось им тем общество, далее цитирую, «Когда народы, распри позабыв, великую семью соединятся». Я об этом очень часто напоминаю в своих стихах, и в романе тоже, и делаю все, что в моих писательских силах, чтобы хоть на немножко подвинуть эту кажущуюся идеализмом идею. Она действительно идеалистическая, но все лучшее в мире было построено именно на нравственных идеалах, в которых я первым номером считаю идеал человеческого братства, и на том стою, как человек и порядок. Спасибо. Спасибо. Это первая глава о начале моих приключений в 1941 году. В 1941 году я родился на станции «Зима» в родовом доме моего прадеда Байковского, вот о котором я вам говорил. Он был построен еще в XIX веке, но он стоял, и в нем, на его месте, в общем, его спасли в 1992 году и в каком-то из моих юбилеев там открыли первый музей Евгения Евтушенко и его родословны. Я был очень счастлив этому событию, то, что мои земляки так отнеслись к моему прошлому, к моей биографии, как к одной из драгоценностей, которую нельзя потерять и забыть о ней. Я это происходило, когда началась война, я был в Москве, правда, а не на станции «Зима», где я родился. Но я успел уже постоять, несмотря на свои 9-10 лет, на крыше нашей школы, 254-й. Мы, ребятишки 10-летнего, 9-летнего возраста, гасили немецкие зажигалки. Вот мы стояли с ведерочками песку, с лопатками, с песком, и гасили такие вот, вот такого размера, но очень неприятные, однако, если они попадали в людей или начинали возгораться зажигалки немецкие, зажигательные, воспламеняющиеся бомбы, и тушили их. И, честное слово, у меня много разных премий, иностранных, и наших, но для меня дороже всего, пожалуй, листочек, пожелтевший, уже со справкой, которая выдана выпускнику первого класса 254-й школы Жениев-Тушенко за то, что он спасал свою школу от немецких зажигалок, стоя на крыше этой школы, это самое, и у меня дороже никогда не будет никакого награда, чем в этом. И, ну, мы не только тушили зажигалки, мы еще вот чем занимались, о том, что вряд ли вы слышали о этом. Итак, я вам прочту первую главу из этого романа. Глава первая. Воскрешение шинели. Да ты не бойся этих шинелей. Я тоже сначала боялся, а теперь привыкла. Тихо, сказала мне девочка, вязаные шапочки с помпонами, из-под которой, как два язычка пламени, торчали ее огненно-рыжие косички. Да я не боюсь, соврал я, поправляя слишком большую, сползавшую на лоб солдатскую шанку с помятой звездой и еле заметной пулевой дыркой. На полу Мария Рощинского швейного ателье мерзлыми штабелями лежали красноарвийские шинели, только что привезенные для починки с фронта, который все приближался и приближался к Москве. Шинели были пробиты пулями и осколками снарядов. Шинели были в снегу и во льду, но и снег и лед были красного цвета. Шинели оттаивали медленно, потому что крохотная железная печурка, которую топили старыми газетами, грела плохо, и в щелях пола проступала ими. Школьники, девчонки и мальчишки расположились прямо на груди этих шинелей, очищая шинели молотками и половинками кирпичей от кровавых ледяных нарусов. Лишь после этого шинели попадали в руки портних. Портнихи в ватниках и шубейках сидели на столах, поставив ноги в валенках и сапогах на табуретке. Портнихи дышали на синие от холода руки, их иглы были неуклюжи, а швейные машинки стрекотали неветел. Шинели выглядели как тяжело раненые на операционных столах в руках у хирургов. Шинели были самые мочеливные ранеными на свете и не стонали, когда портнихи кромсали ножницами, отрезая окровавленные кротчи или терзали крупными почти сапожными иглами, накладывая швы и делая иногда из двух или трех шинели одну. Смотри, что я нашла в кармане шинели, полушепотом сказала девочка с помпонами. Вообще-то ее полное имя было Лариса, но все ее звали Лора. Мы жили в одном и том же дворе учились в одной и той же школе, хотя в разных классах. На ее маленькой обсыпанной чернильными пятнышками ладони лежал мраморный кусок сала чуть розоватой с темно-красными прожилками, а к серебристой кожице с лиловатым ветеринарским штампом еще прилик реклочки газет, в которой это сало было вверх. «Хочешь есть?» спросил Лора. «Хочу», ответил я. «Я тоже сказал, Лора. А хлеб у тебя есть?» «Да нету, откуда?» «У меня тоже оно же тоже ». «Задо будем кусать по очереди». «Кто первый?» Голос девушки сразу стал деловитым. «Ты женщина, ты первая в окнах, я. лорзу лорзу, 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 злобы ломать», сказала девочка, протягив мне кусок сотиском своих зубов на царе. «Я так и впился, сало, перемалывая его зубами и глотая вместе с газетными буквами. лорзу, не стесняйся, сказал лорзу, лорзу, ты больше меня, и тебе больше надо, хотя ты помоложе. Тебе ведь, насколько я знаю, девять, или десять?» Она испытывающая посмотрела на меня, как будто догадывается, что я обычно прибавляю все годы. А мне все время тогда, в сорок первом году, хотелось побыстрее постареть, чтобы меня тоже взяли на впром. Но не получалось. Правда, долгая заст все-таки взрослела. Десять-десять торопливо заверил меня, ебут, лякельски празднею. Ну, вот, видишь, я старший, мне целых двенадцать. А ты знаешь, он был старшина. Кто вы? Ну, тот, чье сало мы едим. Петлица на шинели старшинский. Да ты чего? Лезть перестал. Мы же него не украли, он же все равно убитый. Откуда ты знаешь? А у него на шинели две дыры большущие с рваными краями, одна на груди, другая на спине. Наверное, снарядный осколок на вылет. Да ты ешь, ешь. Чего добру пропадать-то? этот светящийся кусок сала был неожидан не серебряного слитка. В карманах шинели редко можно было найти что-нибудь, их уже проверяли до нас, монеты почти не попадались. Когда мы уворачивали карманы, из них чаще всего сыпались только сухарные или табачные крошки. состукивая мертвую кровь, пробитая на груди солдатской шинели, я вдруг ощутил, что мой молоток ударил почему-то твердым. Я нащупал мельство, зашитая подкладку. Я протянул девочке шинель. Смотри, как что это? Ну, наверное, что-то особо секретное. Прошептала лора почти неслышно, и глаза ее завлакало дымкой предвкушения тайны. Она долго не думая распорола подкладку мордзу. Там был маленький металлический складин. Когда мы его раскрыли, то увидели изображение женщины за ребенком на руках, ее темное, словно обугленное лицо проступало внутри, вырезав чеканки. Я никогда не видел ни этой женщины, ни этого младенца. «Кто это?» спросил я. «Не знаю», ответила девочка. «Мы показали нашу находку старшей партнихе, высокой, властной женщине, с мужскими крупными руками и седой челкой, нависавшей нас средоточенными глазами. мы слышали, мы что у нее в самом начале войны пропал без вести сын, но сама она об этом никогда не говорила. «Дети, вы что, правду не знаете, кто это? Да что вы, в церкви ни разу не были, иконы ни разу не видели, ты не едешь?» спросила, она потом грустность похватила. «Ах, да, вы же ведь эти, как их называют сейчас, октября-то, я ведь позабыла, что в церковь тебе и детям запрещают сходить, только мы старухи, ничего не боимся и ходим. Это женщина-матерь Божия, а младенец в ее руках Иисус Христос. Мы с девочкой непонимающе переглянулись, а Христос кто набрался смелости? Бог. А Бог кто? Тот, кто все видит. И нас сейчас, и нас, и тут же портниха сама, всевидящая, заметила, что происходит, задрив стола от нее, крикнула молодой портнихе, «Эй, красавица, а ну покажешь на шинель, который ты починил, ты что это там сотворил, а? Лево на руках у шинели с майорскими нашимками, а ты к нему пришпандорила правой с лейтенантскими, ну-ка давай спарываем». Старший портниха осторожно сотворила складину и протянула его мне, то ли ты Бога нашел, то ли Бог тебя, теперь смотри с Богом, не расставайся. А на продавленном диване спал совсем юный лейтенант, не сняв ни собственной видавшей виды шинели, ни варежек, ни хромых сапог, совсем ни по фронтовому новики, сверкающих, словно там сорок из ансамбля красноармейской песни и пляцки. На полу прикорнул его шофер, не старший лейтенанта, только сапоги у него были другие, кирзовые, с лапками на внутренней стороне голенища. Борта стоявшего у крыльца ателье грузовика, на котором с фронта прибыл невеселый груз, были изрешечены пули, не меньше, чем сам шинель. Лейтенант все время вскакивал, протирая крестьянской вязаной варежкой с красным петушком воспаленные глаза и убедившись в том, что работа идет, снова рушился в сон. Он ждал, когда шинели будут наконец готовы, чтобы опять отвезти их на фронт под новые пули. У лейтенанта было почти милогенческое нежное лицо. Он так на девочку похож, вздохнула молодая портниха, несмотря на военное время с накрашенными, хотя и в меру губами, и с бигудями, ощелившимся из-под шерстяного платка. Сапоги вот у него хороши, а вот шинель-то поглядите, непудышная, вся прожжененько пуля в дырах от пули. Она на цыпочках подошла к лейтенанту, присела на край дивана и тихонечко начала застопывать его шинель прямо на нем, перегусывая нитку. Она наклонилась и быстро поцеловала лейтенанта в щеку, но только кончиками губ, тем не менее ее губы остались на его щеке с неярким, но розовым дымчатым очертанием. Портника тихонечко стерла след поцелуя кружевным батистовым платочком. Смотрите-ка, от него войной и не пахнет. А знаете, чем? Жасмином. У нас во дворе большой кушекус стоит. Я в детстве любила в Жасмин лицо прятать. Галко, что я для лейтенанта старая. Ему, наверное, лет двадцать с поросячьим хвостиком, а мне за двадцать, но уже с длинным коровьим хвостищем. Тем не менее, прежде, чем продолжать работу, она с корехами избавилась от бигудей, высыпавив из-под платка созданные ими кудряшки. Она что, была быстрая, ловко, но когда было нужно вдеть новую нитку, то привычно послюненный хвостик нитки никак не попадал в уголь наружку. Вдруг она ставилась. Ой, бабочки, тут на груди снежная штопка, свежая штопка. У него самого и дальше мельс мертва. Неужели этого? Лейтенанта тоже когда-нибудь поможет даже завтра? Никакай! Оборвала ее старшая под них. я постепенно привык к этим шинелям, обколачивая молотком кровавый лед на закраинах дыр и отраивая сукно кирпичом. Руки у меня были красные от чужой постепенно оттаивавшей крови кирпичной крошки. Но я уже не боялся этих шинелей. Монотомное постукивание молотком превратилось в скуку. А какому мальчику это может понравиться? Захотелось во что-то поиграть? И почему бы не в эти шинели? Найдя огромную дыру на спине я радостно закричал меня убило в спину! Лора мгновенно подхватила игру, показывая шинель без правой рукава. А у меня оторвало правую руку! А меня ранило в плечо! Гордо показал кровавую дыру на шинели мальчишка по прозвищу Жиртрест из последних московских детей толстяков уже редких той раннеснежной осенью сорок первого года. В дальнем углу другой пацан с чувством превосходства торжественно вскинул над головой чудо-муцаревствую половину шинели. А меня разорвало пополам! портнихи не останавливали этой страшноватой игры, продолжая чинить шинели. Старшая портниха прощупала совсем незаметную дырочку на груди одной из шинелей и почти неслышно сказала, тоже как будто присоединяясь к игре, но плачет. А мне, ребятушки, пуля никак прямо в сердце угодила. И она продолжала плакать, но продолжала сквозь слезы штопать, штопать, штопать. АПЛОДИСМЕНТЫ Потом моя мама, она была геологом, не так же, как и папа, но у нее открылся голос перед самой войной, и она решила получить ее сразу взяли в музыкальное училище, а как будто она почувствовала, что ее голос пригодится роду. А голос у нее был хороший. Она не была знаменитой певицей, но голос у нее был прекрасный. И тогда сколачивали наскоро актерские бригады вместе с поэтом, поэтом вместе с актером. Она уже тогда сразу поступила в самую первую из всех бригад, когда пела ополченцем. Я был на одном из первых концертов под Москвой и выступала там вместе, она вместе с Константином Симоновым, вместе с Александром Фадеевым и Маргаритой Легер, которая написала поэму «Озой Космодемьянской». Вот, меня это совершенно все потрясло. И когда наступил юбилей поэты, я, и мама дошла с Красной армии до Пруссии и получила все воинские ордена и медали, которые полагались ей как члену действующей Красной армии, освободившей мир от фруксизма. Вот, а потом она была, голос она там себе сорвала окончательно, потому что приходилось петь и под метелями, и под пулями, вообще в любых ситуациях. Но потом она возглавила детский отдел, и ей как раз пришла идея о том, что надо открыть Кремль, который был намертво закрыт для всех, кроме живущих там кремлевских работников и членов правительства. Многие истории там прямо и жили, и работали, там, и она сказала, она начала писать письма товарищу Сталину после войны сразу, что надо открыть для детей наших, нашей родины, которые столько перетерпели невзгод вместе со взрослыми, елку в Кремле, и вообще открыть Кремль, сделать доступным для всего народу. И она писала на имя товарища Сталина, и остальные ни разу не ответили. Но сразу, и даже ее уговаривали прекратить, ее вызвали парторганизацию, она была членом партии, и сказать, ты что, Зинька, хочешь в тюрьму попасть, в конце концов, раздражаешь. А то тебя на Лубянку вызовут, а тут не вернешься, ты что раздражаешь, можешь довести товарища Сталина до раздражения, мало ли, дел, кроме каких-то детских елок. она продолжала этим заниматься, и после, когда Сталин умер, совершенно неожиданно, перебирая, так сказать, его какие-то архивы, там новое руководство Москвы, увидело ее эти письма, сложенные папкой, такой, и им очень понравилась эта идея, и она, ей было поручено организовать первую. Кремль открыли для детей, елки начали организовываться, она получила потом звание почетного работника культуры за первую эту елку, и продолжала в общем быть работать в этом детском отделе, заниматься детскими концертами, выполнять эту благородную роль. Нас все-таки добилось, так или иначе, это у нас семейная черта, мы все люди, которые любят добиваться того, что они хотят сделать, для других людей, не для себя, а для других людей. Тут мы идем на все, все люди в моей семье, они если страдали, то только за это. Ну вот, теперь я оказался в семье, она меня отправила, я бежал на фронт, это целый кусок романа, о том, что там со мной произошло, но меня, я попал даже к немцам в плен вместе с девочкой Лорой, потом даже был в партизанском отряде очень короткое время, но все-таки был, и меня они отослали обратно, а мама, приехавшая с фронта, она меня отправила тогда к бабушкам на станцию Зима туда, куда я родился, и я в 10 лет мне исполнилось, и я в 10 лет пересек всю нашу страну от Москвы до станции Зима, который находится рядом, как вы знаете, с озером Байкал, и три раза под Москвой попадал под бомбежки, и вообще были приключения Оливер Тристовский. Вот, доехал я туда на крыше вагона, привязав к вентиленту поясом намертво, все было и попало, интересно, что я пел песни вагоном тоже, и там я научился быть поэтом, и у меня не было никакого никогда боязни, страха перед публикой, как этот страх, существует у многих поэтов. Или они считают себя высшей публики и не выступают, просто не выступают перед ней, это уж я не знаю, но я, например, не представляю себе, как я мог быть поэтом, и не читать стихи людям, для которых я пишу, поэтому результат мой жизнен был, такой я писал, как только умер Сталин, я написал стихи такие, которые меня страшно начали бить, куда попало, и по голове, и всего, я символически говорю, конечно, и исключили их школу, так сказать, и так далее, что все, ну, все это везло моей биографии, это было везение, что меня исключили из школы, обвинив меня в краже школьных учебников, в чем они, и в поджоге, в том, что я никогда, чем никогда не принимал участие, это было, последствия было доказано, вот, потом меня приняли, я начал печататься в 15 лет, вот, в 19 лет я уже выпустил книжку, свою первую, Фадеев упомянул мое имя в газете «Правда», тогда это было равносильно на рекомендации рекомендации, и меня приняли без аттестата зрелости в литературный институт, хотя там был огромный конкурс, и правильно, что был огромный конкурс, очень было трудно попасть, там я встретился со своими многими будущими товарищами, с Робертом Рождественским, я там встретил с Белой Ахмадульной, которая стала, уже было 18 лет, нам всем было ясно, что она будет великим, поэтому женщина такой, она и стала, вот, и там был Миша Рождествен, прекрасный прозаин, драматург, Юра Козаков, прекрасный прозаин, вот, и в общем, я там многому научился, у меня исключение оттуда, потому что однажды я выступил против конца Михайловича Симонова, которого очень любил и уважал за его стихи, но он однажды написал, напечатал прекрасный, с моей точки зрения, первый антибюрократический роман, вы помните, как назывался этот роман? Ну, а как же с вам и со знанием истории литературы своей Родины? Неужели ни один человек среди сидящих не помнит, какой роман был первым антибюрократическим романом, за что авторы его топтали как можно только? А Симон даже покаялся, что он напечатал это, но я его не обменяю, он поступил как галерея. Потом он сказал что-то вроде «А все-таки она вертится». Не помните, нет? Ой, ну и что делать с вами у меня? Я ведь еще и преподаватель податурен. Что же с вами делать, а? Преподавать вам надо всем историю собственной литературы. Потому что вы-то должны быть как родители, вы должны быть преподавателем для собственных детей, помогать им разбираться в истории. Это был замечательный роман, назывался «Ах, не хлебом единым». Это роман о русских изобретателях, вот, которые гнобили со страшной силой во время сталинское время, и многие изобретения лежали под сукном, как говорилось тогда, а всякие шарлатаны типа Лысенко и других людей занимались сельском хозяйстве, ничего не понимали, и другими, так сказать, всякими вещами. и многие великие ученые работали на победу, такие, как и Дуполев, и Королев, и так далее, все были за колючий проблок, но они работали на победу, и если не было этих ученых, которые встали над своими личными обидами и оскорблениями, которым они подвергались, и тем не менее работали, на это, а Сахарова, которого так оскорбляли все, если бы не было его бомбы водородные, которые он заврел, то кто знает, что после Третья мировая война могла случиться очень быстро после бомбы, которую американцы разорвали над Херосином. Разорвали. херосином. Но ощущение, что мы обладаем этой бомбой, не позволило им рыпнуться. Слава Богу. Вот. Вы великий человек. Вот. Ну, и так дали. А я к этому вернусь к моему последнему стихотворению, которое я читал недавно на Красной площади. Вот. Я написал специально это стихотворение, чтобы прочесть его на Красной площади. Бессмертный полк. Это идея бессмертного полка. У меня катились слезы, я не мог даже остановиться, но я считал, что список людей и фотографии людей нужно расширить. Включить в нее тех, кого неподзаслуженно оскорбляли когда-то, а они все-таки работали на победу на нашу. А вот это еще пока не было сделано, но раз уже такое состояние было написано и было прочитано и было прослушано столькими тысячами людей это уже трудно будет остановить. То есть надо оказывать уважение справедливостью запоздало, пусть даже запоздало, но нужно отдавать должное людям, знать про это и детям своим рассказывать. Так же как Донинцев, он стал получил государственную премию за роман белый как называется белый не то сану не сану или халат да-да это похуже был роман но хороший роман тоже очень и вообще молодцом он выдержал это испытание замечательно совершенно показав потрясающий образ русского человека которым нельзя согнуть русского в банке встаньки о чем я написал свое стихотворение и эти люди у этих людей я всегда учился и первый человек который мне помог и подал руку с неба это был королев потому что пролетая однажды на Байконур он вдруг неожиданно у нас был тогда на станции зима маленький аэропорт деревянный через который летали американские дугласы во время войны и он дал туда радиограмму что спасибо станции зима за поэта который у вас родился у вас родился ну вот и я издал несколько антологий одна из этих антологий я издал одну из этих антологий первая моя антология была когда я реабилитировал всех поэтов которые были расстрельны как враги народа или замучены просто совершенно не задело оскорбительно как как например борис корнил чья жена ольга бервольц ее зверски пытали когда она была беременна и выбили у него ребенка сапогами из живота тем не менее она опять-таки показала невероятность невероятную патриотизм страдальческий патриотизм но когда нужен был Венинграду голос она его дала во время блокады Венинграда и это она написала великие слова очень простые слова но великие которые нам на все века будут светиться над Пескаревским кладбищем никто не забыто ничто не забыто и она в то время когда какие-то бюрократы уже обсуждали как бы покинуть Ленинград и сдать его сами улизну она привязала к тем людям которые не давали это сделать своим голосом и вселением веры своими стихами в Ленинград которые потеряли 700 тысяч человек умерших от голодания и показала пример что такое настоящий патриотизм и героизм это первая у меня была антология для реабилитации всех кто был назван врагами народов или их родственниками и вторая потом была антология она была посвящена тем кто за границей поддерживал кого считали белыми иммигрантами и врагами советской власти но это были те люди которые защищали советский союз и там и за границей они уходили в сопротивление создавали подпольные организации старые генералы которые когда им предлагали сотрудничать с немцами они били как Деникин Деникин велел достать перчатки из лучка стоявшего когда пришел к нему немецкий офицер с этим гнусным предложением и он просил Деникин своего достать эти перчатки он отхлестал его по мордам за такое предложение они создали много очень не только они создали много патриотических произведений посвященных России но они и были тоже практически они их помощь чувствовалась во время войны и это уже вторая антология моя была которая сделана она объединила их и вот моя вторая антология строк и веков большой я объединил тех кто считались красными и белыми и врагами а когда я прочитал их все стихи которые у нас запрещались я не нашел ни одного антипатриотического стихотворения я был поражен конечно этим и когда я сказал одному законодателей литературных парижа другу Анну Ахматовой Георгий я говорю как это может быть что вы все-таки были оскорблены россии так сказать и как же так у меня хоть бы одно стихотворение про них просто нигде не было написано какой хорошим поэтом одно против россии наоборот все поддержку россии я сказал а он сказал Женя а дело все в том что искусство это странная вещь история искусства во всех странах не знает великих произведений искусств которые были бы основаны на ненависти к своей родной это правда я подумал действительно это это просто невозможно то есть этика эстетика в отношении к родине она проявляется сливается в одно и сейчас вот в этой книге поэзия победы которую я имел честь представить в министерстве главштабе нашей армии я открывал открытие представление это поэзия победы это 700 страничная составная кантология составная мной и моей женой Машей она заболела сегодня к сожалению которая приехала и просила передать огромный привет сказал что она влюбилась в Лену она переусердствовала что-то такое на Ленских на Ленских на Ленских на Ленских столбах вот я тут уже сбираться не могу сейчас и сделаю как-то давно вот она там все облазала в таком восторге от людей здесь в Якутии я очень счастлив потому что моя работа литературная была высоко оценена в Якутии что я получил высшую награду Якутии я очень счастлив за такую поверь ну или что люди которые создавали славу Якутии это и Щукину в ряд первого ряд Ленской премии который открыл сделал первое великое открытие на удачном и так далее это были мои как раз друзья с которыми мы на Карбасе Никешкин или на других или на плотах вот мы на Карбасах на плотах мы прошли в общем сложности 8 сибирских рек и все были удостойны звания мастеров спорта и дошли по Радио Матушку Лену потом мы прошли уже на этом на Карбасе с двумя велосипедными моторчиками мы прошли до Текси попали в такой небольшой штормик вообще-то говоря но для нашего Карбаса он был страшен потому что перекатывали это было всего 2-2,5 балла но его перекатывали такие большие океанские волны все-таки мы дотянули до Текси я очень горжусь всеми путешествиями потому что вот через эти путешествия которые ничего общего не имели с таким развлекательным туризмом я просто узнал стольких хороших людей что это мне дало какое-то чувство России как чего-то огромного и заслуживающего гораздо большего чем нам может предложить существующая бюрократия я считаю что у нас не достает сейчас больших писателей равных Толстому Пушкин и так далее у нас не достает вообще гениев сейчас вот вот в этот исторический момент но мы должны воспитывать таким образом наших детей чтобы во всяком случае они были только порядочными людьми вот если мы это нам удастся люди которые не смогут предать не смогут написать донос не смогут переступать через чьи-то тела к своей собственной шагая к своей собственной личной карьере и будут ставить интересы родины коварищей и тех других людей на земле и не позволят себе что меня очень пугает некоторые части нашей молодежи что они прониклись каким-то неизвестным откуда попавшим в их души антиинтернационализмом когда они оскорбляют наших сограждан таких же российских сограждан как мы все только потому что они другой национальности и это такая категория среди молодых она очень опасна вот очень опасна и мы замечаем все это мы не должны им позволять должны быть очень резки и не должны им прощать за то что они наши милые детушки когда они позволяют себе оскорбительное выражение по отношению к нашим же согражданам одной национальности с нами запомните что Советский Союз он был спасен не только русским народом а он был спасен всеми советскими гражданами которые я низко кланяю теперь я почитаю вам стихи если вы какие-то стихи мы сделаем перерыв потом и вы напишите мне записки может вам что-нибудь захочется услышать из моих вкус какое-нибудь творение которое вам полюбилось сейчас я прочту так штуки три стиха и мы сделаем перерыв договорились вас это устраивает сейчас я прочту одно очень важно раз что мы заговорили о Илье договорим эту тему и для этого мне нужно вернуться 1955 год да вот еще вот это стихи очень важно кто вам сейчас прочту для меня чтобы вы поняли какова была моя позиция того что произошло в нашей стране когда буквы СССР исчезли я оказался единственным человеком который написал прощание рекви красным флагом единственным с поэм попытался разобраться в этих сложных чувствах прощание с красным флагом прощай наш красный флаг скремлят исполз не так как поднимался ты пробита гордо ловко под наш так растак надлеющий листак хотя шла и тогда вокруг древка мухлевка прощай наш красный флаг ты был брат и враг ты был дружком в окопе надеждой всей европе но красный ширмой ты загородил гулаг и стольких бедолаг тюремной траной роби прощай наш красный флаг ты отдохни приляг а мы помянем всех кто из могил не встанут обманутых ты вел на бойню на помол но и тебя помянутых ты был и сам обманутых прощай наш красный флаг ты не принес нам благ ты с кровью тебя мы с кровью отдираем вот почему сейчас не выдрать слез из глаз так зверски по зрачкам хлестнул ты алым краем прощай наш красный флаг к свободе первый шаг мы сделали в сердцах по собственному флагу и по самим себе озлобленным борьбе не растоптать бы вновь очка жарька жива го прощай наш красный флаг с наивных детских лет играли в красных мы и белых больно били мы родились в стране которой больше нет но в Атлантиде той мы были мы любили лежит наш красный флаг в измайлове в растяг за доллара его толкают но удачу я зимнего не брал не штурмовал рейхстаг я я не скоммуняк но глажу флаг и плачу шестидесятники памяти роберт рождествен рождественского когда тогда он первый ушел из нашего поколения сейчас ушли и белла ахмадулина и удачу и володя высоцкий самый молодой из нашего поколения а я сейчас мы с женой только что летали на Кубу а летели мы на самолете который носит имя владимир высоцкий и я когда проехал во время юбилей я составил по примеру мама бригаду актерскую с лучшими нашими многими актерами я сделаю сам программу мы 40 дней проездили по магистралке магистралке сибир восточной сибирской и всюду читали стихи везде были набиты залы и всюду почти везде стояли памятники высоцкого гораздо лучше чем у нас стоит на одном из бульваров памятник даже на Ваганьков мне нравится он искренний какой-то хороший такой простой но а вот там то что стоит к сожалению на сквере не совсем на нем похоже но у меня было в Сибири стоят в каждом городе почти стоит его монумент но мало того еще очень одна интересная вещь что многие молодежные клубы как символ носят сдвоенный профиль Высоцкого и подумайте Че Гевары разные люди вроде бы Володя никогда не был политиком общим он презирал даже политику в какой-то степени вот но и политика ему столько неприятностей вообще-то пришила когда-то совершенно ни за что а сейчас это человек который стал символом родины для многих поколений молодежи в Берилл а Че Гевара знаете что потому что я хорошо очень знал Че Гевара я вон на Кубе я работал я делал первый советско-кубинский фильм что в нем было мы не будем спорить там о его правильном или неправильном он сделал то что поехал в Боливию или куда-то еще это уже другой вопрос но он был чистый человек понимаете его он делал революцию не для того чтобы заполучить власть в свои руки он хотел чтобы ее заполучил везде сам народ вот во имя этого идеализм и будучи совершенно чистым идеалистом он поехал в Боливию он ездил к Хошемин Хошемин не взял его потому что сказал он очень уважал Чея Гевара он сказал что у нас иностранцы не участвуют в нашей войне с американцами это правда у них там были скажем советские инструкторы но не было ни одного советского военного он держал в руках оружие и вот это поразительное это сочетание всюду то что представить что он же не мог даже в лучшем сне ведь он же не держал ни одной книжки своей будучи живых в руках он же ни разу не слышал своих песен парадок он чужой вот мы все виноваты перед ним мы ходили и вознесенские ямы ходили в цикла уговаривали чиновников у которых стояло у всех из них они говорили заводили его песни вот видите как мы его уважаем но это не для всех песни вот вы там скажем вы уже люди вы такие продвинутые интеллигентные а это можно завести бог знает куда нашу молодежь и так далее всякие глупости нам говорили а сами держали и слушали все готовы и вот я ведь шестидесятники почти все включая гулак 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 акуцал который стал классиком совершенно ясным для всех и международным классиком потому что он как кевец он получил все лучшие премии во Франции в столице шансона мирового и он действительно Шостакович говорил о том что у него удивительно он не знал ведь нот а у него все песни были написаны им самим их и записывал его сын гулак и это он потрясающе просто такой и Шостакович говорил что у него потрясающий талант запоминаемости мелодии любой человек может напеть его песню она сразу запоминается вот я написал когда Роберт умирал он был первым ушедшим из шестидесятника я сидел на краешке его кровати и читал ему стихи шестидесятники кто были мы шестидесятники на гребне вала пенного в двадцатом веке как десантники из двадцать первого и мы без лестницы без робости на штурм отчаянно полезли вернув отобранной при обыске хрустальный башмачок поэзии давая звонкие пощечины что внедрых он современнику мы прорубили за решочинное окно в Европу и Америку мы для кого-то были модными кого-то славой мы обидели но мы вас сделали свободными сегодняшние оскорбители пугали наши вкусы склонности и то что слишком забываемся а мы не умерли от скромности и умирать не собираемся пускай шипят что мы бездарные продажные и лицемерные но все равно мы легендарные оплеванные но бессмертные бессмертные еще два стихотворения я прочту это уже направление это один из последних стихов петровское окно я тоже читал это на красной площади оно еще тоже не напечатано прапрадед мой был не правитель а сын был но сквозь метель в проливе беринга провидел пробитый правнуком тоннель он по-байковски был таковский каких немного было встать поляк а вот душой московский и государственник бунтарь от станции зима за фартом к чукотке мчал доверить нартом потом и без собак с азартом рискуя сверзиться в провал коляске чуть пригретой мартом как по игральным скользким картам по айсбергам дотанцевал и в соболиную кухлянку одетую не задарма он эскимоску христианку привез на станцию зима он шляхтич чуть не королевич был знатоком любых искусств и пушкин пели и мецкевич из эскимосских ее уст с дворянской дерзостью тогдашней какая шлая ему к лицу послал набросок карандашной тоннеля зимнему дворцу какой канцелярской крысы чертеж великий не ценя был верноподдан и сгрызан спасая от пород от забот царя геополитика другая у нас могла бы стать тогда но чертежи надежд сжигая жила придворная орда мы о царе петре забыли поправ остатки наших прав и мы в гулах себя забили весь сад земной нас украв америка ты проглядела тоннель волшебнейшее дело не важно что тоннель окно лишь все вы стали заодно боюсь тебе обознаться что не тужины я не тот что сам киркою рудознаться тоннель в америку пробьет боюсь в россии обознаться вдруг выжить ей не по плечу я родину в обозе нации отставшей видеть не хочу нам пушкин открыватель мира и хоть он был немоезной вместилы данта и шекспира все человечество родной и мы явились в этом мире чтоб гибель мира не проспать и мы стихами проломили окно петровское опять уитмин я с тобой хотел бы поговорить пришла пора и в моих легких воздух эльбы с дымком солдатского костра мы не хотим попасть в холопы где не обманешь не продаж культура наша щель европы чем любой он ваш и наш не прибегать же нам к подкопу когда хотят так не умны окно петровское в европу забить не с нашей стороны а с нашей рык новобоярства окно на запад на хрена нам нужен царь кого бояться но без петровского окна закрыть Россию ее слово да это же такая стыд как изолировать Толстого и Достоевского закрыть а я в моменты истерии участник лишь одной войны не позволять закрыть Россию ни с той ни с этой страны и нужен пушкинский нам воздух всех стран дыханием согрет а нет крови ржавый гвоздик на кое сталинский портрет но террористы так довольны ухмылки масками прикрыв что отвлекают мини воины отъединения против них Россия выжили великой гвоздей не поскользнись не упади и человечество с улыбкой прижми к воспрямившей груди гвоздями при любом режиме не нашими и не чужими мы не не позволим все равно забить петровское окно ну вот и вот стихотворение оно вот такой обложечки с кубой как вы видите кожу я написал его на кубе перед поездкой зная что меня ждут на красной площади я не настолько трогнуло это счастье с с бессмертным полком что я мне просто лились слезы не останавливались это слезы счастье что я вижу что этих людей помнят но я писатель я считаю что мы должны помнить всех кто тоже сделал достойный вклад в победу хотя их называли порой врагами бросали за колючку где они работали на победе и так далее и всячески обзывали так сказать при жизни а сейчас чтобы стало стыдно нам за то что мы такие вещи делали в отношении к своему народу и тогда мы оправдаемся перед Богом только тогда и я считаю что просто этот полк должен быть шием представлен и фотографиями лучших людей «Бессмертный полк» и цитата Пушкин которую я очень люблю когда народ распроек позабыв великую семью соединяться на Красной «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк» «Бессмертный полк» Великий физик и герой спас нас от третьей мировой его встречали топот воин но его голос нас не смог встань Сахаров «Бессмертный полк» был Пушкин в том полку поэт всех лиц в том полку был Пушкин в том полку лицом всех лиц того полка лицом превыше всяких и подарил народу цель как путеводник как путь светящийся в метель пусть в нас живет превыше лиц народ красный позабыв и не иссякнет Русь пока течет великая река из лиц бессмертного полка у нас у нас есть одно предложение я хочу вам тоже почитать Лирические стихи, чтобы вы не думали, что я занимаюсь только политикой. Совсем нет. Да я даже и не знаю, где у меня лирика идёт, а где политика. Поскольку, если я пишу так называемые политические стихи, это тоже моя лирика. Потому что если смотреть энциклопедию, что такое лирика, это произведение, выражающее самые интимные чувства. А для меня чувство Родины, чувство планеты, которая обязательно должна чувствоваться, нужно добавлять ощущение её к ощущению собственной Родины. Потому что сейчас настоящий патриотизм, замкнутый только внутри своей собственной страны, он уже устрел. И возможно, сейчас, когда всё так взаимосвязано, и от судьбы, происходящей каких-то событий где-то в Сирии, где-то на Кубе, сегодня, завтра может случиться и на Кубе, кто знает, на Бадагаскаре, да мало ли где, от этого всё равно будет зависеть судьба всех нас. Мы неразделимы. Мы были задуманы Творцом, если верить религии, как единая семья человечества. И мы должны вернуться к этому пониманию. И очень редко я слышу те слова, которые просто зовут к братству народа. И я даже смотрю, когда некоторые телевизионные передачи, особенно когда обсуждают украинские проблемы, вот я смотрю просто, по какому принципу выбирают этих людей на Украине и у нас тоже, то их просто специально выбирают, чтобы они не находили общего языка, а просто оскорбляли друг друга и разжигали ненависть одного народа к другому. И почему это они являют, я уж не знаю. Очевидно, они просто не понимают, что такое слово «братство народов» – это для них вовсе не цель, как, скажем, для меня и для Пушкина. И просто нужно договариваться, есть такие вещи, такие положения, такие ситуации, когда нужно, и означает, что это нужно что-то чем-то, чем-то жертвовать ради этого, своими убеждениями. И наоборот, это убеждениями должно быть, чтобы нужно, когда течет кровь или может потечь всемирно, которую же не остановишь, то самое главное – это спасти доверенное нам Богом, самим существованием человечество, в котором есть и наша страна, и все другие страны, и все другие народы. которые по всем религиям, в общем-то, они должны задуманы были как единая семья народов. И эту борьбу, которая проходила все во временах всего человечества, были люди, которые продолжали это проповедовать, мы должны тоже с вами отстаивать. Мы очень редко говорим о спасении мира, о том, что эта функция лежит на нас. Думаем о каких-то мелочах больше, и патриотизм настоящий, собственную родину, когда он сливается с патриотизмом всего человечества и не противоречит ему. А иначе все как только появляется, когда ставят то, что я просто поражаюсь, я профессор, Обама тоже вообще профессор по образованию, я просто не понимаю, как он иногда говорит такие вещи, которые интеллигент, ну, как-то не должен был говорить, и профессор. Никому, когда он говорит о том, что пытается вообразить Америку какой-то особой страной, которая якобы есть миссия, отложенная на нее Богом, чтобы все указывали дорогу вперед, правильное спасение, только вот они знают, что это такое и так далее. Понятно, я говорю, это я ничего хорошего не видел, ни его самого, вот, и просто это, ну, в общем, так сказать, он забыл, что он профессор изначально, и забыл многое, что происходило, в том числе, в истории его собственного народа. Не так кажется. И поэтому он так потерял популярность, что бы ни происходило, он уже, это очевидно, что он, во всяком случае, он, а вот кто придет к власти Камерики, это вопрос, но кто бы ни пришел. Все равно нужно верить в то, что когда-то, даже если это были те люди, которые хотелось бы видеть, мы с вами не должны проникаться в то, чему нас иногда учат. Люди, в которых вы видите вот этой главной ведущей цели человечества, стремление к братству, к миру, взаимопонимание. Это самое главное, чего мы должны верить в то, что я бы хотел вам, вы знаете, что у меня есть такая идея, я думаю, что лучше все вы очень рабочие люди, и я хотел бы вам прочесть вот эти лирические стихи, не делая перерыва. Как вы считаете? А лучше потом вы мне зададите просто какие-то вопросы, если накипят. Хорошо? Накипят. Верно? Вы согласны? Не будем делать перерыва. Администрация. Администрация не возражает? Что мы не будем делать перерыва. Вы не возражаете? Ну люди не возражают. Спасибо. Во-первых, я очень бы хотел прочесть... Я бы очень... Здравствуйте. Да-да-да, тем более, конечно. Хорошо. Тем более, что будет кино и так далее. Вот. Я хотел бы вам, если вы не против, прочесть те стихи, которые я написал, стихи из борт-журнала, из книги «Микешкин идет в Арктику», которую я написал еще в 1966 году. Вы не против? Я сейчас с огромным удовольствием повторю, потому что ничто во мне не изменилось с той поры. Я под всем подписываюсь. И сейчас. На земле драгоценной и скудной... Алмазы и слезы называются. На земле драгоценной и скудной я стою, покоритель и внук, Где замерзшие слезы якутов Превратились в алмазы от мук. Ни добытчиком, ни атаманом Я спустился ковер к мереке, Голубую пушнину туманов Тяжко взвешивая на руке. Я меняла особую убытку, Рад, как золото, копачу. На улыбку меняю улыбку И за губы губами плачу. Никого я саком не опутав, Я острогов не строю. Я сам на продрогшую землю якутов Возлагаю любовь, как я сак. Я люблю, как старух наших русских, Лунноликих якутских старух, Где лишь краешком в прорезях узких Брезжец, сдержанной мудрости дух. Я люблю чистоту и печальность, Чуть расплющенных лиц якутят, Будто к окнам носами прижались, И на ёлку чужую глядят. Но сквозь розовый чар-то вончая, Сквозь дурманящий мёдом покоя, Сокрушённо крестами качая, Набуловает старинный погост. Там лежат по руке этих вотчин, Целовальники, татин, купцы, И счастливые, может, А в общем, разнесчастные люди с копцами. Те могилы другом, как нарост, Кругом, как наросты, И мне стыдно, как будто я тать. Здесь покоится прах, И народца над могилой якута читать. Тот якут жил, наверное, неведно, Подфартил, есть даже плита. Ну а скольки мёрли бесследно От державной культуры клута и народцами. Ну разве рожали по-иному якутов на свет? По-иному якуты рыдали, Слёзы их и народный предмет. Жили, правда, безводышно, дико, Без теряющей палки, креста. Ну а всё-таки добро и тихо, А культура и есть доброта. Люди! Вот что алмазная росы, И народец лишь тот человек, Кто посмел процедить и народец, Или бросил глумливо чучмек. И без всяческих клятв громогласных Говорил я нелюбящий слов. Пусть здесь даже не будет алмазов, Но лишь только бы не было слёз. А теперь я вам с удовольствием почитаю стихи о любви. А сейчас посмотрю, вот. Сейчас, сейчас, ну, секунду, дико. А сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Правда, 954, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Мужчины-женщины мне отдаются, а их как водку судорожно пьют, а если, прости, Господи, пьются, то под руку горячую их пьют. Мужская нежность выглядит, как слабость, отдаться, как парабский шею гнуть, играя в силу, любит хапать, лапать, гробастать даже дужу, словно грудь. Вспела я за жизнь поистаскаться, но я, наверное, женщина, сестра. И так люблю к ним просто приласкаться и гладить их во сне или со сна. Во всех грехах я ласковостью каюсь, а женщинам грехи со мной сойдут. И мои пальцы, нежно спотыкаясь, по позвонкам и родинкам бредут. Поднимут меня женщины из мертвых, на свете никому не из меня, когда в лицо мое бесстрашно смотрят и просят чудо жизни из меня. Спасен я ими, когда было туго и бережно привык, не без причин, выслушают, как тайная подруга, их горькие обиды на мужчин. Мужчин, чтобы других мужчин мочили, не сотворили ни Господь, ни Русь. Как женщина, закрытая в мужчине, я женщине любимой отдаюсь. А была ты красивой, я даже не знаю. Ты боялась меня, обнимала несмело, Отводила глаза в меня, пальцы вминая, И стеснялась того, что совсем ничего не умела. А была ты красивой, я даже не знаю. Тебя нежность бросала, то с жар, то знобила. Я предсталить не мог, что ты можешь быть злая. Ты красивой была, потому что любила. А была ты красивой, я даже не знаю. Твоя кожа пушком под рукой золотела. И я весь до сих пор, словно рано сквозная, Где светяется твое тело, во мне пролетела. А была ты красивой, я даже не знаю, Но тебя сохранил, суеверно колдуя. Я останусь тем зеркалом, где глубина ледяная, Заморозила нежно тебя навсегда, молодой. Такмиин – это такое любопытное английское слово, Которое нельзя даже переводно найти. Оно означает «закутай меня одеял». Видите, сколько в нем смысла. А «всего», оно так, если переводить точно по-русски, Ну, «укутай меня». Примерно так это можно. И это очень, это самое нежное слово, Которое существует по-английски. Вы знаете, что? Его почти совершенно не употребляют молодые люди. Сранно. Оно почти забыто, мол, это поколение. Поколение «girlfriend», «boyfriend», Которое заменяют словом «любовь» И занимаются только сексом, Но не знаем, что иногда часто такое «любовь». А это прелестное слово. Во всех языках на свете, Конечно, много есть злого, Но все-таки доброго больше. И я с ним нигде не один. И я обожаю по-детски простое английское слово, Пахнущее крахмалом, шуршащее. Так не имя. Я вечно был в детстве мерзлявым, Как до советской барышни. Среди всех счастливцев, не мёрзших, Каким-то я был не таким. Дует сквозь одеяло. Ты подоткни его, бабушка. Это и было наше русское. Так не им. Мой сын краем уха слышал Про Сталина и про Берия. И в свои пятнадцать он маленький, Хотя почти исполин. Его голова в оклахоме, А ноги там, где Сибелия. И он, как ребёнок, просит. Мамочка, вот так не им. Когда она засыпает, Устав от школьных тетрадок, От двух сыновей мужа, От всех своих трёх мужчин, Едва коснувшись губами Растрёпанных мужнивых прядок, Шепчет она, чуть слышно, Измученная. Так не им. И подоткнув одеяло, Я глажу её и глажу Последнюю мою маму Уже не без ранних сидим. Но всё-таки первой мамой Я ощущаю рабару И невозможность по-русски Её попросить. Так не им. Так что, как видите, Нежные слова существуют на всех языках. Вот. А сейчас, Одну секунду, Вряд ли вы знаете то, Какие, Я сам недавно это узнал, Какие у меня, оказывается, Были поклонники. Я написал о них Вот сейчас у меня Я где-то Кто-то у меня взял Ага, вот Перепечатанную одну страничку. Сейчас я вам объясню всё. Конечно, я любил в своё время битлеров, Но мне удалось, в отличие от многих из вас, Увидеть вживую их первый концерт, Когда они приехали в Европу. Они приехали со своими мамами. Это для них была первая загранка, Поездка за границу. И они очень все волновались. Я имею в виду не только мам, А сами битлеры. И что-то у них не ладилось. Ну, как-то они боялись, нервничали. Они первый раз оказались в других странах. Мамы их сопровождали. Они очень нервничали за них, Потому что там происходило ещё часто вот что. Я вот был в итальянском зале, Они выступали в таких концертах, Не таких больших залов. Вот как в этом зал, пожалуй, это было. Но когда они появлялись на сцену, Залф начинал истерически визжать. От восторга, что у них вообще их видят. И когда они пытались запить, И просто не давали петь возможности. Вот он. Я помню, как Пол Маккартни, Джекл и Леннон, И все они просили, Обращались к публике, Пожалуйста, у нас здесь с нами наша мама. Пожалуйста, они первый раз нас слушают На иностранной аудитории. Ну, пожалуйста, Дайте нам спеть для мам наших. Ничего не помогало. Очень долго. Ну, час проходил, Пока наконец бешенство Кое-как утихало, А иногда и почти не утихало. Воспоминания И вдруг... Но я не знал, Что происходило за сценой. И вдруг у меня есть несколько хороших Евтушанковедов, Которые больше знают, Что делается, Что пишется обо мне. И они собирают буквально все. Каждую строчку на всех языках обо мне. И очень мне помогают В составлении какой-то общей картины. И вот один из... Есть Виталий Комин, В Иркутске. Это был один из первых. Другой был, Оказался живой из них, Самый-самый первый. Это Юрий Нехорошев. Он был подводником. И он таким образом казался, Совершенно случайно казался Поклонником поэзии. Они их отправили в Мурманск На какие-то маневры На два дня. И вдруг это было Во время событий в Кубе. Их отправили, Они получили радиограмму, Чтобы они шли к берегам в Кубы. И они пошли туда, Конечно, Уполняя приказ. И там ходили, Все время болтались Без всплыва Около Кубы. В эти очень опасные времена, Когда я находился на Кубе. И снимал там фильм. Я Куба, Который сейчас Учит во всех школах Кинематографии всего мира. И, в общем, И он, И вот он мне намекнул, Что там что-то, Ты знаешь, у тебя что-то, По-моему, связано с битлами. Я говорю, что там все-таки, Я их никогда не говорил, С ним я видел однажды На сцене далеко, Издалека. И потом другой человек, Ян Германович, Он нашел мне Воспоминания, Которые не так давно вышли, В биографии битлов, Когда они написали, Какая-то битловская антология, Там было, В этом были воспоминания, Коля Маккартни. Там было рассказано о том, Что, Как во время первой поездки битлов В континентальную Европу, Его подружка в Гамбурге Подавила ему мою первую книжку По-английски «Станция зима» И битлы читали вслух Друг другу мои стихотворения Для хорошего настроения Перед каждым открытием Занаса. Я ее уже в конце этого времени В 64-м году И не знал, Маккартни был в поездке Чем-то вроде Пятого битла И решил написать, Своиные права написать Балладу о Пятом битле, Которую я написал И по-английски, И по-русски. Она исполняется Очень часто и по-английски В разных странах. Но вы должны мне помочь. Учтите, Что однажды, Когда я был в Чукотке, То все Чукотки Знали прекрасно Припев Песенки битлов Вот «Еллоу субмарин» Вы знаете эту песню? Нет, серьезно, я вас спрашиваю. Кто из вас знал эту песню «Еллоу субмарин»? Ну, есть все-таки люди. Ну, а битлы для вас споют. Припев. Мне нужен, чтобы вы повторяли вместе с битлами. У вас это будет уникальный случай. Спеть эту песню вместе с битлами. Вот так. Я вам предлагаю такое партнерство. Только, пожалуйста, Не стесняйтесь вообще. Я очень плохо, например, пою, И моя жена ужасается. Тем не менее, с радостью подпеваю. Значит, я буду читать текст моего стихотворения. И припев будет включаться. И вот припев мы должны было подать и петь вместе с ними. Я сейчас повторю. Мы все живем в «Еллоу субмарин», «Еллоу субмарин», «Еллоу субмарин». Просто же, правда? Вот это я вас прошу. Во всяком случае, старайтесь это произнести. Еще раз я повторю. Может быть, у нас был сбой в первом, Потому что мы делали это без репетиции с Алешей. Алеша, ты слышишь меня? Алеша, звукооператор. Слышишь? Хорошо. Отчет, ты готов к испытанию? Ну вот, но во всяком случае, Подхлопывайте ритмом, Помогайте ей ритму. И попробуйте спеть еще раз. Давайте сейчас попробуем произнести Ритмически просто. Вы ол лиф Ин зе еллоу субмарин. Еллоу, ну пожалуйста, Говорите, что у вас языков? Вы ол лиф Ин зе еллоу субмарин. Еллоу субмарин. Еллоу, ну невозможно. Ну что это такое? Ну ребята, это что? Трусность или застенчивость? Или уж такая? Я запою. Ну пожалуйста, помогите мне, Я не смогу один им помочь. Давайте, раскачайте сами сегодня. Мы ол лиф Ин зе еллоу субмарин. Еллоу субмарин. Еллоу субмарин. Вы ол лиф Ин зе еллоу субмарин. Еллоу субмарин. Еллоу субмарин. Все. Очень хорошо. Ребята были хорошие. Они вовсю писали свои военные песни И вообще были молодцами. Итак, начинаем. В жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине Четвером мальчишек-англичан Флотский суп варили, Чёрти что творили, Подливая в миске океан. В общем шло не глупо сотворение супа Из кипящих музыкальных нот. И летели чайками лифчики отчаянно И бросались трусики в полёт. Волды, в жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине, Мы молоды, в жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине. Стоп! Стоп! Сразу. Отсекай сразу после этого. Давайте ещё раз повторим. Давайте ещё раз. Не надо вот чтоб шло. Так, понимаешь, вот по моему знаку, вот когда рукой такой, ты включаешь, что ты включаешь, но ты, когда кончается фраза, ты должен убирать звук. Мы с тобой договорились об этом, чтоб он не путался под ногами. Давайте ещё раз повторим. Ну, первый гринком был. В жёлтой суммарине, в жёлтой суммарине, четвером мальчишек-англичан, флотский суп варили, чёрт-те что творили, подливая в Мистский океан. В общем, шло не глупо сотворение супа из кипящих музыкальных нот, и летели чайками лифчики отчаянно, и бросались трусики в полёт. Рык ракет был в роте, битвы всей Европе, доказали то, что рок-пророк, спицы взят и шпульки, мама, ливерпульки. Свитера вязали им под рок, Ринго Стар, Джон Леннон, чуть не на коленях умоляли зал, Be kind to us, нам не надо столько воплей восторга, мамы так хотят послушать нас. Песня «Песня 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 «П А одна девчонка, битловская челка, от стихов моих сходя с ума, начитавшись волю, подарила полю по-английски станцию зима. Стал искать Маккартни на всемирной карте станции моим карандашом, где я уродился, как в тайге редиско, и купался в речке на гишон. Вот что мне обидно, вот и пятым битвам по гастролям с ними ездил я, да вот не успели, вместе мы не спели, но сегодня очередь моя! Субмарин! Не разумарин! Не разумарин! Не разумарин! Топ-топ-топ! Текст еще есть. Я во время Оно обнял Йока Оно на поляне Джона в Централ-парке города Нью-Йорк, носом субмарина к Джону ход прорыло и прижалось чуть с куля у ног. Ангелы не скажут, где сегодня вяжут, мамы, вновь над спицами склонясь, им важнее право, дети, а не слава. Мамы так хотят послушать нас, знают наши мамы все могилы-шрамы, нашей общей матери земли. В желтой субмарине, в желтой субмарине, в желтой субмарине с битвами друг друга мы нашли! Браво! 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 Так что удалось нам с вами спеть вместе с битвами! Вот видите, как все! И сказки отбывается! Ну вот, я хотел бы сказать к вам, что я счастлив. Меня приобрели сейчас кино, чтобы готовиться. Я ужасно счастлив, что я здесь с вами. Не буду расставаться так надолго, как в последний раз это получилось. Спасибо вам, что вы выдержали такой объемной информацией, которой я сказал вам все, о чем я сейчас думал, чтобы вы понимали, чем моя глава занята. То есть она занята, чтобы спасти мир. Вот. Конечно, не все я могу, но слово, слово поэтическое, оно все-таки когда-то, я вам сказал Бунрёк, а вначале было слово, это слово было Бог. Так в Библии написано, я свято верю в мощь слова, русского слова. Спасибо вам! Спасибо!